всем здравствуйте сегодня продолжение недели влога и я планировала как вы помните снимать правильное питание свое что я ем в течение дня но я решила поменять немножко тему и правильное питание оставлю на следующий раз тему я решила поменять связи с тем что вчера была грандиозная осенняя пересадка осеннее обновление что я развела вчера в своей ванной на гранитном белоснежном полу одному богу известно и кстати говоря была идея даже это все заснять но как-то даже стало немного стыдно что я там развязала такую грязище в общем еле все дело отмыли у нас в доме и зато результат налицо я пересадила один цветок который был очень и очень такой густо разросшийся как вы помните он стоял здесь я варила на ваших глазах кофе традиционно по-итальянски и как раз показывала тот цветок розовый фламинго и его разновидность сейчас розовый фламинго его разновидность можно видеть красивейшие бутоны такие розово-бело-зеленый и знаете в общем он был очень густой и в итоге получилось у меня несколько горшков и еще осталось вот здесь раз два три четыре еще даже осталось четыре отростка и все это я планирую раздать раздарить родственникам друзьям в общем и один конечно оставлю себе значит осень настала такое очень двоякое состояние то есть вроде как и пора увядания а вроде как и пора обновления с новыми силами мы выходим на работу после отпуска согласитесь с новыми идеями и силами также мы пересаживаем цветы желаем вырасти что-то новое то есть это время пересадки время ухода за деревьями любимыми то есть я сейчас прочистила свои ту и подготовила их к зимовке что меня навело на мысль что неплохо было бы подготовить к зимовке и саму себя тут приходит идея опять же поговорить с вами пообщаться на тему того как сохранить здоровье красоту чтобы зимой окончательно не зачахнуть и тут в ленте мне попадается знаете вот такая новость там несколько интернет-изданий типа газеты написали такой большой заголовок громкий лена вода на его рассказала о том как красиво стареть вот меня заинтересовал очень сильно этот заголовок именно тем той фразы что было указано как красиво стареть я думаю что же там такого любопытно дай-ка загляну вот но на самом деле я не очень знаю кто алена вода на его но я так понимаю что это участница какого-то нашумевшего шоу телевизионного и я не знаю действительно ли она отвечала на эти вопросы давала это интервью или может быть просто издание используют как тренд знаете вот нашумевшие там имена фамилии и рассказывают вот под таким заголовком какую-то пишут какую-то статью для того чтобы люди заглянули кликнули да то есть ну провоцируют просто повышает популярность своего издания таким образом поэтому я не знаю что там на самом деле девушка отвечала не отвечала но я прочитала и меня это навело тоже на некоторые мысли идеи которые я решила рассказать и вам в этом блоге значит пересадка у меня вчера была цветка цветков в почву такую без беспочвенную там одна кора на самом деле там кора мох что там еще мог и по-моему что-то кокосовые вот эти вот волокна и дренаж конечно значит я все это как-то видите проецирую делаю такую проекцию на цветы то есть вроде как и женщины и вроде как цветы и сохранить здоровье молодость цветов во время зимовки и также мы сохраняем молодость красоту здоровья нашу женскую как и цветы окей значит написано было в статье от алены чтобы красиво стареть помогут эрудиция мудрость и опыт я поразмыслила решила с вами это обсудить перемылить так ли это на самом деле там была приведена в пример моника белучи но моника конечно хороша но есть какое-то ощущение что немного человек курит вот у меня такое создается ощущение именно по коже да то есть мне кажется что кожа немножко там страдает от чего-то девушка женщина 54 года могла бы выглядеть мне кажется еще лучше все таки тем более актриса и кожа могла бы быть еще лучше если бы не какие-то факторы я точно не знаю какие но у меня остается по фильмам может быть впечатление что человек курящий вот окей и по поводу мудрости эрудиция окей да всегда нужно уметь вовремя сориентироваться во время додуматься догадаться и во время сделать правильный выбор правильный дать ответ да или неправильно главное дать вот это все окей но насчет мудрости и опыта я думаю чтобы стареть красиво то это все наоборот стоит по придержать где-нибудь знаете ли там особенно мы все это делаем ради мужчин поэтому я буду приводить в пример наверное да именно женщин которые хотят красиво стареть в глазах мужчин и я думаю что перед мужчинами наоборот эрудированная конечно мудрая и опытная женщина сумеет сыграть несколько такую легкую глупости легкость такой знаете кошечкой нужно то есть я считаю что в первую очередь красиво стареет женщина которая умеет прикинуться не нужно воочию показывать насколько ты мудра серьезно сильно знаете как это баба с веслом там в горящую избу на коне и вообще не нужно это наоборот конечно придает возраст поэтому иногда стоит прикинуться дурой ну скажем так то есть некоторые некоторые актерские данные особенно в сторону глупости они женщине вообще не помешают чтобы немножко сократить скажем так года в глазах окружающих окей второй момент я считаю что молодит женщину юмор юмор опять же показатель интеллекта согласна то есть женщина которая умеет пользоваться правильно юмором иронизировать означает что она умеет думать она ее мозг гибкий и до женщина с юмором она мало того что умна она как бы априори также умеет быть легкой то есть в глазах других мы показываем себя как человека легкого человека не загруженного часа с которым приятно общаться с которым приятно вообще находиться и жить рядом и то есть вот нет вот этой тяжбы в этой женщине которая умеет пользоваться легко юмором и иронии самой иронии просто над какими-то ситуациями иронизировать я поправляю свою новую стрижку которую я опять не уложила сегодня для вас ладно так как у меня неделя влогов и я на домашке это мы оставим для какого-нибудь другого видео и третий пункт который я считаю поможет правильно стареть и красиво это стиль вот сохранение стиля мой подождите 3 так первое что было первое у нас было актерские данные ладно тогда у меня будет 4 пункта значит стиль до стиле он женщина которая умеет поддерживать свой стиль которая умеет со вкусом одеваться или неординарно одеваться отличаться от других а нам будет до последних своих дней просто всегда моложе чем окружающий кто не умеет и и не хочет поддерживать свой стиль тот кто смирился со временем с бытом с тяжбой жизни тот кто просто вот не думая надевает то что есть там в пожилом возрасте да ну что тут уже ничего не украсит ничего не спасет некоторые думают так почему-то к сожалению и вот вы и ах теряют свой стиль а женщина которая ну пусть в 90 вот эти вот итальянские бабулечки красавицы с серьгами с огромными их видно за 39 земель с укладками в нарядах в пиджачках букле в юбочках в туфликах на кабачках шагают по брусчатке конечно это говорит о том что в их сердцах и в их душе еще живут девчонки знаете так что не надо пренебрегать желанием одеваться желанием наряжаться сколько бы нам девочки дорогие мои не стукнула идем дальше так вот я считаю что еще один пункт который поможет нам стареть красиво это движение движение по всем движение ходьба движение пробежки движение лфк по утрам йога растяжка девочки танцы это что-то любая женщина в возрасте должна все равно ходить ну пусть даже не на вечеринки но должна ходить на танцы куда-то на тренировки танцевать потому что танец тела это язык тела да то есть 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 куча разных языков также существует язык тела которые это сделала мы можем высказать свои эмоции свое настроение и конечно здорово когда это настроение просто на высоте когда танец красив когда наше тело умеет красиво двигаться допустим я посещаю свои любимые пилонные тренировки получаю просто такой кайф я даже когда начинаю допустим заболевать урз я еду на тренировку я тренируюсь так что я потом когда выхожу с тренировки через час у меня всего лишь один час тренировок либо в неделю либо в 10 дней я выходя с этой тренировки чувствую себя вновь здорово и я вообще забываю что и еще долго-долго ничего не цепляю не болит это просто круто это выброс эндорфинов это удовольствие удовольствие все всегда молодит удовольствие полезное хочу здесь сделать большой акцент то есть не нужно кидаться в какие-то удовольствия сомнительные стоит конечно выбирать удовольствие здоровое это танцы спорт движуха движение в любом направлении которые вам интересны движение библиотеку движение в магазин движение в ресторан в кафе движение прогуляться в парке что-то делать всегда нужно что-то делать и просто вот дома вот так за конючий до сесть скукожиться сгорбиться у компьютера или в телефоне и конечно молодости нам знаете ли не придаст даже если мы юные даже если мы даже если нам 16 вот значит мы красавицами то и не будем когда мы будем двигаться продолжать минус пятерка десятка годков вот что происходит стоями когда за ними правильно ухаживаешь я их подготовила к зимовке протрясла полностью изнутри брала все вот эту рыжину знаете как это сложно делать вообще просто неописуемо она чистенькая вся внутри ну вот немножко еще осталось этой перчатки надену и потом сюда убираю потому что после того как я ее всю вот так вот после того как я всю вот так вот протрясла еще нужно сделать ген уборку все вот это снизу под елочкой собрать убрать чтобы это все зимой не приела чтобы это все зиму не давало рост грибов потому что прошлое зиме не знала об этом я оставила все как есть и уехала здесь все эти туи потемнели снизу и тихоя шпиос приблужденный мы его пригрели здесь тоже значит все эти туи потемнели потом поражили или сначала поражили потом почернели вот видите пришлось там вырубить часть ну ладно она восстановилась то есть мы сделали все возможное чтобы ее излечить а так конечно за ними нужен уход тщательный подготовка к зимовке как и нас с вами тоже надо готовить к зимовке чтобы никакие грибы у нас не было среди нигде и чтобы мы не сморщились за зимой чтобы весной рассветили в красивыми а не кинулись вновь знаете как это бывает о солнышко весна скоро пляж надо скорее скорее себя восстанавливать нет так не нужно делать нужно зиму продолжать ухаживать беречь себя и наоборот напитывать всем самым лучшим чтобы весной да и не только весной а зимой продолжать со степа для меня осень это вообще да действительно время возрождения я все время думаю то что скоро наступает зима чтобы все будет много снега и начнутся больше горны да и беговые кстати тоже подсветочку сделали под каждым деревом наше ведро для гумусового чая и вечером здесь очень очень красиво дерево очень красиво подсвечивать потому что пошли делать вкуснотенную для моих цветов вот это все самое лучшее для вечной молодости и так вот у меня есть нервная чашечка ладно где-то все нужно тщательно перемешать и настоять ровно сутки то есть завтра через сутки уже можно будет этим гумусовым чаем либо полить ваши любимые питомцы ваших любимых питомцев цветы комнатные растения либо даже опрыскать опрыскать я не знаю как это получится потому что он все таки имеет какую-то фактуру но он остается да и может быть это будет просто чистая вода и тогда нормально так что завтра уже посмотрим вот ну так почитайте поподробнее в интернете кому интересно позадачилось вот таким рецептом что вот это все цветы к зимовке 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 это все цветы к зимовке